Продолжаю летсплей, Spiral Knights, Coral Poundgate, в этот раз Тир 2. В этот раз я имею ввиду, я играю Замечника. Первый Тир пройден, Снарбик, поцарапал немножечко, бедненький, мне очень жалко. И сейчас я прибыл в Муркрофт, где эти милые някающие создания ползают. Почему няка, я всё равно не могу услышать. А, вот слышу, слышу, слышу. На, ты, держи, почесать спинку. Так, прожить шпагу надо уже, наконец-то. Вдруг сейчас пизовой бокс выпадет. Ну, и хит-бонус 25%, это, конечно, тоже лучше, чем ничего. Ну, ладно, тем не менее. Так, нужно выкидывать всю эту хрень, которую у меня с первого тира. Где листаные аптечки. Точнее, использовать, а не выкидывать. Выкидывать теперь ничего нельзя. Это печальненько, ну, чё поделаешь. Иногда, в этой аркаде ещё очень много реконстракшенов в этот раз. То есть, от открытых пространств целой горой заспауненных врагов, от чего у некоторых игроков просто жутко лагает. Увы, ничего не поделаешь. И снова послушаем этот музончик и поколотим няшных кремлинов. Кстати, раньше я их не считал няшными, но потом я что-то передумал. Для меня в этой игре почти все няшные. Ну, правда, слизни они, ну, чё, не разве няшные? Они просто унылые какие-то, если честно. Ой, да. Отличная тема для рассуждения. Кто няшный, кто не няшный. Чё-то они тем оружием бьют. Ну, ладно. У меня этих двузвездочных кристаллов уже просто не знаю, сколько уж до хренища. И трехзвездочных тоже, потому что надевать некуда. У трехзвездочных я хотя бы до пятого луна, мне там тратил, покачивал что-то, так что не хоть как-то используется. Так, да, я угадал здесь тупик. Так, зачищаем тут у нас региончик. Ну да, в общем-то, скорость атаки действительно заметна, потому что я очень быстро начинаю вот... Пока враг заносит ногу для одного удара, я наношу сразу три. Это, в принципе, неплохо. Правда, не всегда прокатывает, по той простой, блин, дурацкой причине, что иногда они просто отскакивают от моих ударов, поэтому после двух ударов третий уходит в воздух. Я, соответственно, тут же получаю по морде. Это, безусловно, неприятно. Блин, тоже реагировать получше, и тема ее. Так, братик, обшел. Да-да-да, ты. Догнал. Конечно, подлюки эти гремлены убегают постоянно. Что-то только немножко навалять. Ой, блин, как хорошо, еще и лифт закрыт на ключ. Соответственно, мне здесь не попадется, клонутый с ящиками, закрытый. Вот печально. Ну, хорош уже ссать, а. Ну, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты уворачиваешься, блин. Я же мечник, я не могу тебя нормально ударить, я же нифига не умею еще. Может быть, во время этого прохождения у меня повысится навык внезапно. Ну да, мечтай больше. Игра, я, разумеется, он с минимальным качеством графика, к сожалению. Потому что даже на моем хорошем компе, FPS будет слишком все-таки сильно проседать, если хорошая графика плюс запись. Надеюсь, это не так страшно, потому что, ну и без меня можно посмотреть в хорошей записи, в хорошем качестве. А для меня важен сам процесс игры, а не картинка. Поскольку разработчики уж постарались сделать так, чтобы графика даже на самом низком значении была отличной. Ну, подумай, что без тени и фона размыты и так далее. Ах, кто за саду, блин. Что тут, кто за саду делает, кто за саду делает, бля. Чё? Дурацкие турели. Так, ладно, вот не везели. Аптечки под придерегу. Ну, хрен с мускайсталом, как я уже сказал, вложить кристаллы теперь никуда нельзя. Бед у меня прокачан до максимума, а мои друзья уже перестали играть в эту игру, поэтому им минералы уже тоже не нужны, поэтому использовать мне их просто некуда. Одних только вот этих вот, фиолетовых, у меня уже, как они-то назывались? Тёмная проблема, да, Dark Matter. Их у меня уже там 800 с лишним, при том, что у меня их было ноль вообще там, куда-то. Когда вели петов, я там крафтил еду и раздавал и так далее, там, в общем, всякое такое. Сейчас это просто некуда девать. Поэтому я зацикливаться на них не буду, минералы сейчас не нужны. Возможно, введут питомцев на зелёные и синие кристаллы, но мне лучше бы её, чтобы ввели в какой-то способ их вложить, чтобы я хотя бы мог это дурацкое достижение получить бесполезное. Да, как-то так. Впрочем, первый тигр я проходил не намного быстрее, 37 минут. К сожалению, тоже много, но... Неопытный я, что же делаешь? Эмирал Аксис. Что значит Аксис, не помню, к сожалению. Ну и так, в принципе, понятно, что это травка и так далее. Джиг Сауэлли. Долина Джона Камера. Ну, может быть, может быть. Всё может быть. В общем, конечно, очень хотелось бы увидеть что-нибудь новое, чтобы ввели новые миссии, там какие-нибудь... Просто миссии с пэтами, конечно, интересные, увлекательные тоже. И понравилось, как там события переделали немножко. То, что теперь мы не просираем артефакт, а всё-таки получаем его, несём домой. Что, в принципе, мне нравится. Просто не хочу терять артефакт, только из-за того, что Рентон такой болван, где-нибудь хочется его с пропастью скинуть за его тупость. Ну, кстати, этот новый видеоролик, который добавили, он выглядит довольно-таки классно. Правда, я что-то вот не помню. Я смотрел его в озвучке, я ничего-то не пойму. Это фанатская озвучка или нет? Но кажется, да, потому что голосов у улицы как бы нет официально. Это хорошо, что у них нет официальных голосов, потому что они сами по себе довольно кровально выглядят. Поэтому те голоса, которые я услышал в этом видеоролике, надеюсь, что это фанатская озвучка, они просто ужасны. По крайней мере, мне так кажется. Ну, блин, хорошо же меня наваливать, а. Я, конечно, пока ещё ни разу не умер. Но я же вроде ни разу не умер, да? Это, в принципе, нормально. То есть неплохо. Но это был только первый тир, поэтому умрать на первом тире, это уже просто, ну, стыд. Да стыд, блин, даже для новичков умирать на первом тире, не то, что для меня. Я, конечно, тоже неплохо, но всё же. Нужно же было за эти 50 тысяч престижа чему-то научиться. Престижа собираю тоже сам не знаю зачем, мне он уже не нужен. Максимальная лычка присвоена уже. Но я вовсе не надеюсь, что там приделают ещё одну лычку. Просто как-то, не знаю уж, делать нечего. Поэтому я время от времени на миссии хожу престижные. И материалы постоянно сдаю регулярно. Саплипаки я уж, конечно, не покупаю. Ну, нафиг, что деньги тратить. Мне и так за гильюди приходится по 7500 отдавать, потому что я купил там аукцион и комнату алхимии. В общем, два дополнительных этажа купил. Правда, спасибо огромное, конечно, разработчикам, что они так сильно понизили цену и стоимость удержания аренды. Потому что иначе я бы платил гораздо больше. Я и так-то платил по 12500, когда у меня не было всех этих обновлений. Просто зачистил за левый и правый этаж. Это было ужасно. Ай, ой, ой. Ну, набегался. Добегался, точнее. Ещё и пошёл кристалл добрый, братья моё. Да. Разве так хорошая, расслабляющая музыка. Так, пора сожрать, дурацкие птички. Ну, а чарджами я вообще практически не пользуюсь, потому что они, ну, не особо они полезны, в общем. Ну, тут-то они урон наносят. А вот когда играешь четвером, например, в полной пати, ещё и на одним из высших этажей, ещё и на элите, там вот действительно особого эффекта от чарджа незаметно. Быстрее урон нанесётся с обычных атак. Ну, всё же стоило следует... Следовало сделать уж какой-то перерыв. А то я уже под устал малость. Не стоит перенапрягать себя. Я хотел ещё сегодня немножко Mortal Kombat позаписывать. Правда, летсплей на него всё равно будет делаться очень долго, потому что я всего по 15 миссий за раз делаю. И тем более часто меня там убивают и так далее. Ну, это так, я опять же говорю, чтобы чисто забить эфир. Потому что это в топ Mortal Kombat навряд ли будет кого-то интересовать, из тех, кто, возможно, посмотрит это видео. Да хотя, кому нужно это видео? Ё-моё, в самом деле. Если уж даже мне самому его в лом смотреть. Потому что меня интересует в основном только процесс записи. А смотреть я буду, если, допустим, вот, например... Ну, допустим, не знаю... Упадёт метеорит с неба, стукнет мне по носу и мне отравёт обе руки. Вот так вот. Я не смогу больше играть. Вот тогда я и буду включать эти видео и смотреть, как я играл раньше. И, в общем, умиляться. В том времени, когда у меня были руки. Я и не каркую, имеется в виду. Это просто ещё одна моя тупая шутка. Так что, если кто-то смотрит, забудьте. Я пошутил. Так, кошка из-под меня ушла, а теперь валяется на кровати. Ну, ладно. Взрывная печь. Механизированная миля. Так, да, Оггин и уровни, которые были такой большой редкостью. Ну, я, конечно, не люблю красный цвет. Когда я проходил Кримсон Хаммер, меня просто выворачивало от унылости таможных локаций. Хотя, сам сюжет мне, конечно, понравился. Это эпичненький прямо. Это бойни между рыцарями. Эти трупы везде. При том, что я один там замочил сотни гремлинов. Наших рыцарей там перещёлкивают, как семечки. В том числе, даже этого лейтенанта, который там замочил горсть воинов. И сам стоит избитый. Ну, в общем, да, так вот. Как всегда, один в поле воин. Правда, если этот воин я, если я с мечами, то это скорее... ...один в поле шахид. Без бомб. Лейтен в поле самурай. Самоотверженная атака с катаной наперевес. Тоже классненькая мелодия, такая приятная. Так, ну, в общем, да. Да, продолжаем, о чём я хотел сказать. Ну, пока что может проконстатировать что-нибудь. У меня два робота. Не знаю, зачем я тащу этих бесполезных роботов, в принципе. И вон всякий барьер выпадает. Ну, барьеры они ещё унылие, поэтому я их тем более не хочу использовать. Они наносят небольшой урон и дают статус-эффект, и то не сразу. Поэтому толку особого от них нету. Ну, может, на третьем тире. Тридцитировские барьеры, если они вообще есть. Может, у них есть какой-то толк, но я всё равно не особо использую. Быстрее просто взять врага и навалять ему, чем бегать там вокруг него и пытаться зацепить этими сферами, которые вокруг тебя вращаются. Подобная фича, вообще-то, есть у дракона. Не знаю, зачем мы добавили отдельно для всех. В таком-то случае. Ну, ладно, тем не менее. Я сам же, питомцы, не особо часто использую. В основном только в качестве тринкета. В основном, потому что я просто забываю постоянно о нём, что у меня есть. Поли, поджарили. До корочки. Так. Огонь, наверное... Хотя нет, 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 не огонь. Вот яд, это самый страшный статус-эффект, по-моему. Всё остальное это фуфло. Потому что яд, он в совокупности с хаосом превращает тебя просто в тряпку. Которая ходит, что-то там царапает, пытается. Пытается кого-то поцарапать. Поскольку хаос, опять же, эффект от яда очень длинный. Поэтому приходится довольно долго бегать, если у тебя нету ремидикапсулы. Так что яд для меня это самый... Самый ужасный статус-эффект, в общем. Все остальные подумают, что там уроны мощные. Тут ещё пять дней, типа этого. Всё, все готовы. Нечего было так паниковать с этой музыкой классной. Ещё в музыку босса прям запилили. От того, что меня таковала какая-то кучка лохов. Хе! Фи! Блин, я надеясь, он не очень много пропустил уже. А то у меня такое ощущение, что я просто пропускаю там... Всякие коридоры с кинзами. Ну, впрочем, конечно, вскрытие... Точнее, итоговый результат покажет. Как он там будет? Я, походу, больше, чем в тот раз я уж точно не наберу. С моим только вкушеством. Тем более тем, что я выбрал самого небогатого босса. Вот если бы я на Ванадюка пошёл, тогда я, возможно, там действительно играл много денег. Там же 9 или почти 10 тысяч вроде за прохождение на элите. Всех этажей вместе с ним даётся. Так что вот... 20 тысяч бы в соукупности точно набралось. А так даже не знаю. Ну вот ещё один деконстракшн. Я говорю, тут на них везёт очень сильно. Вообще-то я не против деконстракшн. А тут только тогда, когда мне нужно просто пробежать уровень. Не зацикливаясь на сборах, а просто там к рецепту, например, или к трежеру и так далее, в общем. А в остальных ситуациях мне не особо нравится тут бегать, потому что нужно исследовать и довольно долго это и бонусов не так уж много. Так. Ничего не дали, ну ладно. Продолжаем наваливать няшечкам. Да, кстати, в косплее Кабала вместо мяча-крюк, мяча-мячей-крюков, мячи-тфу-то, блин. В общем, его же тех мячей, которые он использует, крюк-крюков, я решил использовать мендерский жезл, вот он. Не знаю, почему мендеры не умеют им драться. Лицарь вполне умеют, но он достаточно похож на меч, на крюкность, по-моему. Поэтому я и буду его использовать, тем более всегда хотел его скрабчить. Вот жезл. То, что он мне нравится. Мне так хочется всё время взять его в руки и представить, что я лечу кого-то. Только не сдаю вот этот дурацкий там... Удалечиваю, всё же. Всё же как-то так, в общем. Так-то я уже почти всё, что нужно закупил, осталось только бинокль-арвизор. И всё, и можно будет смело косплеить. Только надо будет с двух сторон заснимать, чтобы увидеть его... Снять его волосы тоже. Да. Так, ладно, он дососредоточится, а тут, братвы, много. Чё, братьёнь, чё за тёрки у вас тут? Полетели все вверх ромашками. Неинтересно, почему гремлины при смерти так подлетают в воздух и крутятся, как акробаты. Аки. Аки, аки акробаты. Так, ну ладно, в общем, болтать, болтать, так, конечно, хорошо, но всё же на всё сосредоточиться и не победить какие-нибудь призы. И хочу собрать максимум. Так, ну сейчас он... насажу вас, короче, на Снарбика прямо. Уже это приношение. Мы тоже задолбали мне царапать с всех сторон. Да, кстати, вот я подобрал ту ковровую бомбардировку или ковровую. Ковровую, в общем, наверное, потому что ковёр же. Коврочное слово. Не знаю. Но использую я её только если там попаду, например, в Дейнджер. Тут а где ещё их использовать? Это нужно для локального удара по врагам, так же, как Рейнджер. В других случаях это бесполезно. Это только рыцаря можно с собой таскать по всей карте, если он, конечно, не застряется где. Но это тоже глупо. Глупее этого только ключ, запертый за стенкой, другим ключом. В общем, когда в запертой комнате с ключом, ничего нет, кроме другого ключа. Вот это глупее, да. Ну как-то так, в общем. Дафига всяких материальчиков, в которых так уже более 9000. Ну, что же делать. Мы ввели эту интересную фичу на рассмотр, возможно, выпадающих материалов. Ну, не очень, по-моему, это полезно. Потому что это так, в принципе, можно понять по самому типу уровня и по типу моба, который... Ну, хотя, да, почему для этого нужно, по идее, вики листать, чтобы понять, из какого моба что должно выпасть, если, конечно, ты не задроты, не запомнил всё это и так. Так что, ладно, вообще, хватит придираться ко всему. Всё, отлично и хорошо, что разработчики всё же проявляют интерес к игре. Да. В отличие от тех же Innova Systems, которые держат RF Online в нашей стране. Ни хрена не делают, потому что у корейцев к этому рпг активно выходит обновление, исправляются баги, тогда у нас вообще ни хрена не делается. Называется только гребён деньги. А в таких играх, как Spiral Knights, Transformers и прочих, вот очень хорошо, когда разработчики действительно что-то заметное делают регулярно более-менее. Проводят ивенты, праздники там всё время какие-нибудь, исправляют, типа Хэллоуида, Нового Года и так далее. Выпускают потом по поводу новые миссии, новые предметы и так далее. Вот это очень интересно. Будет даже это... даже если кто-то считает это не особо интересным. Какого-то так. Так, ну и опять ни хрена нету полезного. Из трёхзвёздочных рецептов, а четырёхзвёздочные, пятизвёздочные, как я уже сказал, покупать не стоит. Поскольку их всё время продают дешевле, чем покупаются. А за пятизвёздочные, даже если продашь дорого, там снимут такую комиссию, что просто смысла не будет. Так, а вот и трёжер, это хорошо. Хотя бы один трёжер за летсплей не повредит в какой-то веке. Надо было просто к нему ещё и геймплей определённый сделать. Типа с неба сыпятся монетки, а ты должен их успеть собрать все. А, насчёт этих невидимых засранцы. У меня вчера случился такой странный глюк. Тут, в общем-то, теперь, после всех этих нескольких обновлений, постоянно какие-то глюки случаются у людей. У меня вчера случился странный глюк, что в трёжере не было ни одного врага. Они просто тупо не родились. Это довольно странно, если честно. Хотя, может... Может, это и раньше было. Это просто я один такой медленный, что только сейчас замечаю эти баги. Ну, может, просто не ловил их раньше, но тем не менее. Это их не отменяет. Ну, благо, что баги в этой игре всё равно игре особо не мешают. Впрочем, по крайней мере, мне с моим новым компьютером. Хотя я и на старом играл нормально. Конечно, медленнее грузилось всё. Но, тем не менее, тоже было всё несложно. Так что это уже, по-моему, просто как кому повезёт. На ноутбуках, судя по слухам, особенно у людей лагает. Тоже, к сожалению, мне этого не понять. Ну, в общем, чё ж ты, остается только за себя порадоваться, что мне не лагает. Не, хотя трэжеры... Так, вроде, надеешься на них, что тебе тут дофига орб выпадет. Иногда и выпадает дофига орб. Не так давно у меня из-за... Случился, по-моему, баг. Потому что я сомневаюсь, что это честно. В общем, из одной коробки мне выпало 3 трёхсёточные орбы. То есть, прям столько же, чтобы скрафтить шпагу, собственно. У меня тогда не было трёхсёточных орб совершенно. Поэтому я не мог скрафтить саму шпагу, на что... У меня на них... В общем, не надо столько было делать. И тут, хоп, выпало сразу три штучки. И сразу скрафтил. Мелочь, а приятно. Потому что, ну, 200 энергии, это действительно мелочь. Я ей большую сумму просирал. Да. Ну, опять ненужные трёхсёточные кристаллы, которых у меня более 9 тысяч и так далее. На орбочке, похоже, меня не пробьёт. Ой, вардаст, хорошая вещь. У меня их мало, потому что я их постоянно трачу на крафт-свист-страйков. Так что, подобному я всегда рад. Ну, давайте, давайте, дайте хоть одну орбочку. Чтоб хотя бы жизнь была просто не зря. Так, стоп, я уже взял, да? Да, с шести, с шести... В общем, самый большой минерал, так что можно уже не париться. С остальными хрен с ними. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, ничего. Здесь нет никакого, да? Ну, хорошо. Не хочу, чтобы кто-то выжил. Вон, вот почему у меня шпага так светится, интересно. Как волшебная палочка прямо. С заклинанием Люмос. Так, всё, вроде я всё собрал. Ладно, ну-ка, ну-ка, спасибо, блин. Единственный компоунт, наверное, на всю аркаду. Ну, не на всю, конечно, большинство. Именно его дали, блин, я ненавижу компоунду. Ещё или ещё и зимний, блин, ну вообще капец. Решили, типа, чтобы я вспомнил былое, да? Или это шоковый? Да лучше шоковый, блин, чем зимний. Да, шоковый. От зимы я уже просто устал, уже меня от него воротит. От зимних уровней. Да какого уровня интереса я смогу покачать шпагу? Я прекрасно помню, что там на последних уровнях уже по сотке берет практически. Так что точно покачать не успею, но интересно, на какого уровня всё же. Блин, только подумал о том, чтобы взять бомбу, ну ладно. Хрен с ней. Мечник так мечник. Пойдёт заходить с этой шпагой, которая светится, как волшебная палочка. Может она радиоактивная, а? То что я думаю? Ой, братюнь, чё достал? Давайте наваляю. Камон, 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 слезняки. Вообще, почему меня бьют эти слезняки? Они должны меня за своего считать. Я же одет в шкуру их убитых собратьев. Хотя, кажется, эта шутка уже звучала, да? Ладно. Так, лисички. Ай. На! Покладил. Хара двигаться дальше. Когда-нибудь, возможно, всё же начну записывать на... Оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Только убить. Когда я делал летсплей в прошлый раз, я был уверен, что самые опасные звери, это... Самые опасные вот эти вот из мелких мобов, это вон те блохи, которые андетовские. То есть нежитовские. Но оказалось, что это не так. Самые опасные, это как раз таки желе. Эти блохи на самом деле, ну просто они идут, летят в сторону тебя, и всё. Они даже не могут повернуть. Просто летят по одной траектории вперёд. Поэтому от них легче всего вернуться. От кроликов то сложнее это сделать, потому что они за тобой поворачиваются. Так что самое сложное, это как ни крути слизни вот эти. На втором месте кролики, а и только на третьем уже на самом... То есть в последнем месте уже... Блин. На самом... Блин, да ё-моё. На самом последнем месте уже... Блохи. Ну вот я и сдох первый раз, потому что всё время всё делать правильно невозможно. Как я уже сказал, я не профи, поэтому мне можно сдохнуть. Потому что достижение Даутлист Делвер или какое там ещё достижение за несмертность через 29 уровней... Я уже получил, поэтому париться об этом не буду. Так, вот они, няшечные девелиты в очушках. Залешённые каких-либо других признаков одежды. Ну, да, в общем. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добил тот КамАЗ. Ай, вот, блин, да что же я за такой... Псих. В общем, вот так вот у меня игра и проходит всё время. Агребаю по морде, огребаю по морде и ещё раз огребаю по морде. А потом за меня всё союзники добивают. Да, как-то так. Ой, какой стой, что я мушку! Ой, какой стой, что я мушку! Блин, 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 блин. Нет, у мыши они действительно самые страшные. Особенно, когда их много, и такие, кто такой толпой на тебя... И сразу так... Пробили тебе, пробили тебе ауру кошки, пробили тебе щит, выбили тебе всё, здоровье сразу, и ты сдох. В общем, как страшно жить, да. Очень страшно. Так, вырубить нахрен турели. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот я и говорю, тут очень быстро можно нанести удары, прежде чем врагу нанесут сами. Так что вот, всё же, толк от максимума атаки тут действительно есть. Блин, жаль, что этот максимум скорости вообще не виден почему-то на молоте, в армастеровском. Это мне очень печально, что как я бил им медленно, так и бил им медленно, несмотря на максимальную скорость атаки. Ну, не знаю, может для кого-то это и быстро, но для меня это по-прежнему очень медленно, поэтому я его не использую. Хотя я мечтал в первую очередь именно им сражаться, сражаться в ближнем бою. Ну, а оказалось, что он даже с максимальной скоростью довольно уныл. Что-то, блин, эти уворотливые, неповоротливые, но уворотливые дебилиты меня бесит. Ой, дфу ты, не дебилиты, а... Короче, говно-окуски. Сейчас я снесу на этих лучиков. Да что ж такое, это уже задолбали, вот это долбили меня уже, блин. Так, сожрать аптечку, я не хочу пока что тратить в парке. Я их вообще, надеюсь, не тратить. Хотя это, конечно, у меня не получится. То, что для этого надо быть как минимум профи. Смотри, блин, это же... Кусок. Штормовой животик, блин. Регинальное название для этого жирного дерьма. Ну ладно, впрочем. 159 спаков по-прежнему, так что... Это уже мелочи жизни. Ничего, подираться. Вот я взял первый раз барьерчик. Приделся его использовать, что же делаешь? Выкинуть-то нельзя вещи теперь. Надо их только использовать. Иначе придется таскать его на лендере вечно. Артиллерий страйк. Портабл бекон. Переносимый бекон. Вау. Так. Блин, вот эти дурацкие жилетки на меня набирают. Ух ты, он еще как-то звуки сдает, когда такую-то я не знал, да? Куда кусает там. Ужас. Так, иди сюда. Бабочка, которая там на самом деле похожа на какого-то дракона. Но для меня это все равно бабочка. Даже остыня лапочка. Так, ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На меня напирает куча ожившего желе в острых колючках. Ха-ха-ха, ваша защита, дауны. И-и-и-и-и-и. Проклятое желе. Нечтивое. Вероломное, даже б сказал, желе. Вот так вот. Ну давайте уже спауньте мне там эту кучу дерьма всякого. Ой, 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 ой. Так, я ещё не ограб, нет? Отлично, боли. Наканкал. А? Всё, наконец-то догадался использовать этот щит, который не использовал с самого начала игры, блин. Да. И вот он меня уже выручил. Отлично. Ай, ой, 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 ой. Не все сразу, блин. Очередь. Ты заправа сразиться со мной. Ищ. Ай, ой, 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 ой. Так, отступаем. Мне пробить щит. В какой-то веке помахаться шпагой, что ли, блин. Дело в том, что шпага, блин, там ещё что-то перекупили. Да что ж такое-то, блин, вздолбали уже перекупать. Эс-хоузы. Так, ладно, всё, валим отсюда, короче. Жрём этот барьярщик. Хе, я не смотрел, он там лучше выглядит, как в лучшем качестве, или нет. Тут, конечно, выглядело, конечно, уныло эти два шарика. Почти четвёртый урок, и, как обычно, не хватило всего-то там сотой доли опыта. И сейчас опять девелит. Да что ж такое-то, блин, а? Для меня демоны ассоциируются всё время с девелитами, только потом уже с этими бабочка-драконами, летучими мышами и прочей хренью. Типа этих летающих жирных жертвестов одноглазых. Жирные жертвесты, это значит, что они сегодня очень-очень жирные. Вот так вот. Девелиты, конечно, тоже жирные, но они как бы няшечки. Так что, увы. Ну, и мне здоровье нет нифиганка, как хорошо-то. Так, ага. Ой, блин, и ещё штормовые животики. Ну, и меня сразу съели. Как говорится, по делам. Нефиг было щипнее использовать кошачий. Чё-то углу на поле, ну и блин, засранся. Вот так вот. Крадает зол. Ладно, тем не менее, я справляюсь вполне так нормально, да, кажется. Потому что я твой Девелит, я твой Девелит. у меня прикалывает как на дайте довели так тем за тобой бегут через всю карту только для того чтобы посмотреть на тебя убежать обратно так вот не знаю даже не убежать точнее отшвырнуться обратно ой сколько мяса сколько мяса личненько как красиво звенящего опыта день уже ну да с появлением новых шмоток мне теперь даже некуда зазунули зелестана потому что вон один слот у меня это роботы а другой слот это вызов артиллерии робота если чё сменю на рейнджера если он мне выпадет вдруг но так и конечно поберегу роботов там до арены дейнджерская или куда еще сейчас они мне не нужны не зачем за собой это скачивать всю карту 10 кристалл круто растут какие-то руды начертаны так в общем о почему бы нет действительно вот это мне нравится когда такие приколы есть так то вот издалека не не посмотришь сверху в день заходишь и видно же там нужно ли не нужно там сломать призрачный блок а вот такой какая разница тебе можно все просто сломать да и все все уже открыто это мне очень нравится когда такие вот когда так уровень генерируется забавненько халява продолжаем продолжаем воюем сражаемся двигаемся активнее 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 так сейчас нас вроде это да ой 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 еще штаммовые животики блин сейчас он то живут спорю так ростом хрустеть ментинг как отменю блин вообще жаль что здесь нет такой профессии как лекарь вернее есть но только для эксклюзивно для для этих таких чудес я для временов придется укололся пожертвовать кусочком себя да то что мне в ломбе и пойду через это так чего дальше по плану 5 тамовые животики не умеешь с дуду полить и штаммовые блин что вы жопа блин штаммовые жопы и потому что не кусают только один только два раза пока что они 3 а что-то мне должно утешить что лекарь мая этот не особенно песен тоже просто так иногда не вовремя под попадаются или лишают меня всего здоровья потому что бьют они больно тем более без защиты от пирсинга правда не помню не пирсингом атакуют и нормалом все таки наверное пирсинга потому что я последнее время я огреваю не гораздо сильнее чем обычно нежели ментально элементальной защиты но то что щит против не особо держит это можно объяснить тем что щит слабенький как я уже сказал лучше конечно всего чем свист-крайк но тем не менее да блин уже задолбал тот не носится колючка долбаная так это все кажется что ли они все еще кажется еще один уровень и уже пройду в дороге это неплохо неплохо я кажется быстро и потому что кажется конечно при этом и все равно ощущение строки то что-то упустил блин я сто процентов где-то что-то упустил я же болтаю иду я не запоминаю всем и забываю что у меня есть еще второе направление куда я могу пойти вот и сто процентов пропустил в этом месте денджер и ответвление с коробками так что в общем лох я печально но факт ну посмотрим 1000 на 15 уж точно наберу нужны просто невозможно чтоб то столько не было и кстати опять этот опять декан сакшен счет на них вообще везет ну вот кажется и все на шестой уровень мне уже не хватит кристаллов и так норму с 1 . на теперь уже гремлинов тоже тремя ударами бут к теме двумя полным зарядом акцелет были вот этот проект и говорил так третий удар выходит в воздух прошли и швыриваются я сразу получаю по хари и все неприятно так изучаем то блин на общем но мы после ментале он такой но к сожалению то что я ношу норму после менталь меня нифига не спасает мне во прежнему наваливают довольно таки довольно таки сильно да так сосредоточиться тоже заболтал смерть просто горло пересохла и заболела полетели в воздух говорится так вот он уже и выход но но ты и говорю тут дебилизм от года ничего нет там за воротами но все же надо несешь ключ туда утром а вдруг там засада появится если зайдешь просто бывает тогда и так но или не бывает имеет кажется в общем я не буду париться и таскать ключи всю карту только для того чтобы посмотреть боясь это что-нибудь или нет набился тем наглые рожи блин я же рыцарь зуба то я таковал чужую планету и наваливаю всем и обитателям это хорошо да так но блин кажется и плюс это вниз внизу забыл понятие твоза ключ точно что туплю тут без минуты заперты ой шестерочка супер так засали с вас все и полетели сразу все толпой как это нравится делать и и и и и и и молюсь ключику висящему над моей головой а бабло потихонечку капает так что удовлетворюсь хотя в 15 тысячами чё сделаешь так называю восстановить что у меня блин на новый уровень опять по пойду по битам так отличненько тебе может двигать дальше сейчас а стоп какой же новый уровень точно вот и конец 2 тира мне кажется опять прошел за хрен знает сколько нету точно в тот раз пошел второй третий тире за час с лишним ну блин проблема в том что это похоже меньше болтал потому что я сейчас собрался вот 9000 ведь у меня тогда уже было 12000 приблизительно то есть я опять таки пошел не туда забыл про ответвление и так далее в общем да мне это расстраивает мне даже хочется перезаписать летсплей но этого делать уже не буду потому что влом если уж я такой невнимательный в этот раз тоже ничего не исправит буду надеяться вещь попадется хотя бы один денджер чтобы я мог подраться в общем теперь я попал в эмберлайт гордок висящий над пустотой также как и все остальное на этой планете и на этом завершаю вторую часть летсплея 3 будет посвящена разумеется третьему тиру там будет от там я наверное точно потрачу десяток спарков но тем не менее куда же я денусь пока что у меня все получается